Библейский портал экзегет.ру представляет Восстание, которое началось когда-то с одного жеста священника Мататии, продолжилось под руководством его сына Иуды Маковея, приводит к успеху. Захвачен Иерусалим, и нету никаких серьезных селевкицких сил во всей Иудее, кроме гарнизона крепости, вот небольшой такой цитадель внутри Иерусалима, где селевкицкие воины сидят за толстыми стенами с большим количеством припасов, и оттуда их очень трудно извлечь. Но остаются окрестные народы. Как они отнесутся? А в книгах Ездра и Немии мы читали о том, как они плохо отнеслись к восстановлению храма и стены Иерусалима, к возвращению иудеев из Вавилонского плена. Ну, во-первых, они сами заняли какие-то территории, земли, принадлежавшие иудеям. Во-вторых, никто не хочет иметь дело с усилившимся соседом, поэтому и здесь они тоже ведут себя плохо. И пятая глава именно об этом. Вот что было, когда окрестные язычники услышали, что жертвенник отстроен, а святилище освящено, как прежде. Ну, вот те самые события, которые в четвертой главе описаны, и обновление храма, тот праздник, который, кстати, посещал Иисус, приходя в Иерусалим, оно стало потом праздноваться, как хануку иудеев. Они, язычники, пришли в бешенство, задумали истребить роты аков, жившие среди них, и начали сеять смерть в народе и истреблять его. Но иуда пошел войной на сынов Исава в Идумее, то есть этой дометяне. У Акробаттена, потому что они держали Израиль в осаде, то есть напали на какое-то израильское селение, он разгромил их сокрушительным ударом, оттеснил их и захватил у них добычу. Вспомнил он о злокозненности сынов Беана, которые были для народа ловушки и западняю подстригали людей на дорогах. Заставив врагов запереться в своих башнях, он осадил их, дал обет их истребить, жег огнем их башни со всеми, кто в них находился. Вот уже весьма жестко он действует против этих окрестных язычников. Затем он перешел на сынов Аммона и столкнулся с воинственным и многочисленным народом, и вождем их Тимофеем. Много раз иуда вступал с ним в сражение, и были они сокрушены пред ним. Он разбил их, взял и Азера, и его деревни, а затем вернулся в Иудею. А язычники, жившие в Галауде, собрались против Израиля на их землях, чтобы уничтожить его. Но те бежали в крепость Дотема и послали Иуде и его братьям письмо, в котором говорилось. Иудеи, соответственно, пишут. Иуде уже он признанный вождь всего народа. Собрались на нас окрестные язычники, чтобы уничтожить нас. Они готовятся прийти и напасть на крепость, куда мы бежали. Их войсками предводительствует Тимофей. Поэтому приди немедленно и спаси нас от рук их, потому что много нас пало. Все наши братья из землетобия погибли, их жены и дети угнаны в плен, имущество их захвачено. И там перебит отряд почти в тысячу человек. Очень похоже, кстати, на первый подвиг Саула, которого тоже в Галааде призывают жители города Иависа, прийти и спаси их от нападения иноплеменников. Тут много таких аллюзий на повествование Ветхого Завета. Иуда Маковей, он герой, подобный героям древности, подобный вождям, а не же судьям Израиля, или первым царям. Их послание еще читали. Как вдруг еще гонцы пришли из Галилеи в разорванных одеждах и сообщили такую вещь. Двинулись на них разом из Птелемаиды, Тиры и Сидона и всей иноплеменной Галилеи, чтобы уничтожить нас. Вот не только селевки да враги, окрестные народы оказываются тоже. Когда Иуда и народ услышали эти слова, собралось великое собрание, дабы посоветоваться, что им сделать для своих притесняемых братьев, на которых пошли войной. Иуда сказал своему брату Симону, «Отбери себе людей, отправляйся спасать своих братьев в Галилее, а я и мой брат Иоаннатан отправимся в Галаатиду». Вот уже войско настолько большое, что можно его разделить. Он оставил в Иуде Иосипа, сына Захария, Азарию, предводителя народа, чтобы они с оставшимися войсками охраняли ее. И приказал им следующее. «Стойте во главе этого народа, но не вступайте в битву с язычниками, пока мы не вернемся». Ну, понятно, там охранный гарнизон, ему самостоятельные боевые действия вести трудно. Симону было выделено 3000 человек, чтобы пойти в Галилею, а Иуде – 8000 для похода в Галаатиду. Симон отправился в Галилею, вступил во множество битв с язычниками, они были сокрушены пред ним. «Он преследовал их до ворот Птолемаиды, а из язычников пал около 3000 человек. Он захватил их добро, взял наших из Галилеи, Арбат вместе с женами и детьми, и всем, что у них было, и отвел их в Иудею с великой радостью». То есть, вот он их как заложников воспринимает и возвращает на территорию Иудеи, потому что там их, собственно, сберечь вряд ли удастся. А Иуда Маковей и Иоаннатан, его брат, перешли Иордана и углубились в пустыню на три дня пути. Они встретились с Набатеями, ну, наконец-то, какие-то дружеские соседи. Набатейское царство, вот это к юго-востоку, кстати, знаменитая Петра в Иордании, это как раз столица Набатейского царства. С Набатеями, которые приняли их дружелюбно и рассказали им обо всем, что случилось с их братьями в Галладитиде, о том, что многие из них заперты в Басоре и Басоре, два города с очень похожими именами, Валема, Хасфо, Македия и Карнаини. Все это города укрепленные и большие. Что заперты они в прочих городах Галладитиды, и что завтра враги собираются напасть на эти крепости, захватить их и истребить их всех за один день. Малореальный план, но что ж, поверить или не поверить, трудно сказать. Просто непонятно, куда направляться. Сразу все крепости под ударом. Что делает Иуда? Лучше тогда ударить по центру врага. Затем Иуда со своим отрядом внезапно повернул через пустыню к Басоре, взял этот город, перебил весь мужеский пол пастью клинка, то есть вот так серьезно, как заклятые города во времена завоевания Ханаана Иисусом Навином. Захватил все их добро и спалил огнем город. Ночью он снялся оттуда и дошел до крепости. А наутро люди Иуды подняли глаза и увидели несметную толпу народу. Представляют они лестницы, осадные машины, чтобы взять крепость и пошли на приступ. Иуда увидел, что началась битва, и вопль города доходит до неба, трубный звук и вопли великий. И сказал людям своего войска, сражайтесь сегодня за своих братьев. С тремя полками он зашел в тыл, берут штурмом крепость, а им в тыл ударяют войска из поля. Конечно, это их совершенно приводит в недоумение. Протрубили в трубы и стали громко возглашать молитвы. И еще вот он не пренебрегает психологическим оружием. Штурмующий город вдруг ощущают у себя за спиной какое-то огромное и очень громкое войско. И тогда понял отряд Тимофея, что это Маковей обратился в бегство. Ему нанесли сокрушительный удар, пало в тот день язычников около 8 тысяч человек. Довольно кровавые войны. Что поделать? Тогда так было. Затем Иуда повернул к Олемам, обрусился на город, взял его, перебил весь мужской пол, захватил добычу и спалил город огнем. Уйдя оттуда, он захватил Хасфо, Макет, Басор и прочие города Галаадитиды. После всего этого Тимофей собрал другой отряд и разбил стан напротив Фарафона, на другой стороне потока. Поток, ну то есть там вадик, который наполняется водой только во время дождя зимнего. Тогда Иуда послал людей на разведку в стан врага, ему сообщили. К нему собрались все язычники из нашей округи, многочисленнейшее войско. Ну а язычникам уже, как иудеям, нечего терять, уже война на истребление идет. Он также нанял себе в подмогу арабов, и они разбивают стан на той стороне потока и готовы пойти сражаться с тобой. Тогда Иуда выступил им навстречу. Когда Иуда со своим отрядом приближался к полноводному потоку, очевидно, что вода там течет в данный момент, Тимофей сказал предводителям своего войска, если он переправится к нам первым, мы не сможем противостоять ему, с его силой он нас осилит. Если же он испугается и разобьет стан на той стороне реки, то мы переправимся к нему и осилим его. Странная логика. Вот смотрите, водная преграда, казалось бы, способствует обороне. И переправляясь, тем более, если там течет еще вода, если это не просто сухое русло, то гораздо проще обороняться на берегу, чем атаковать. Но очевидно, это логика вот этой партизанской войны, когда тот, кто нападает, чувствует себя уверенно. Тот, кто обороняется, уже, по сути дела, проиграл битву. Но когда Иуда приблизился к полноводному потоку, он поставил возле него книжников народа и приказал им, не позволяйте никому разбивать стан, пусть все идут в бой. Вот для чего книжники-то пригодились, наконец. Агитировать народ, они же люди речистые, умеют это делать. Интересно, что вот Иуда, он действительно очень умелый полководец, он прекрасно знает, как вести такую войну. Он первым переправился к врагам, за ним весь народ. И язычники были сокрушены, пред ними побросали свое оружие, бежали в святилище Корнаина, языческое свое святилище. Тогда они взяли город и спалили святилище со всеми, кто в нем был. Корнаин был покорен, и они не смогли уже противостоять Иуде. Да, очень похоже на завоевание Ханаана при Иисусе на Вине. Тогда Иуда собрал весь Израиль, живший в Галаадитиде, от мала до велика их жен и детей, их поклажу. Громадный стан, чтобы идти в Иудею. Они выводят отовсюду иудеев, где те в меньшинстве. Подошли они к Эфрону. Это большой город, прямо на пути, очень сильная крепость, которую не обойти ни справа, ни слева. Нужно было пройти прямо через нее. Но жители города заперлись и завалили ворота камнями. Тогда Иуда отправил к ним послов с миролюбивым предложением. Мы пройдем через твою землю, чтобы двинуться дальше в нашу землю. Никто не причинит вам зла, мы только пройдем пешком. Но те не захотели открыть ему ворота, тогда Иуда приказал объявить тем, чтобы разбивали стан, кто где не находится. Мужи войска заняли места в строю. Он сражался с этим городом весь тот день и всю ночь. И город был предан в его руки. Он перебил весь мужеский пол пастью клинка, вырыл город с корнем, захватил в нем добычу и прошел через него прямо по трупам. Все-таки этот эпизод при всей его кровавости, мне кажется, подчеркивает, что Иуда не искал войны, что он воевал только с теми, кто воевал с аудеями. И вот здесь он предлагал пройти через город. Наверное, город очень сильно опасался еще бы впускать в свои стены вооруженное войско, особенно которое так себя уже проявило. Но в результате вышло хуже для этого города. Затем они перешли через Орда на обширную равнину напротив Бетсана. Иуда собрал отставших и подбадривал народ на протяжении всего пути, пока не пришел в землю Иуда. Тогда они поднялись на гору Сион в радости и веселье и совершили все сожжения за то, что никто из них не погиб вплоть до возвращения с миром. В те дни, когда Иуда с Ионатаном были в Галааде, его брат Симон в Галилее перед Талимаидой, Иосиф, сын Захария, и Азария, его начальник, услышали о славных подвигах и войне, которую те вели, и сказали они, пусть и о нас пойдет слава. Отправимся воевать с окрестными язычниками. Они отдали приказ своим войскам и пошли на Ямнию. Ну вот, мы уже видим, что они нарушают отданный им приказ. Это слабый гарнизон. Вот те, кто остались просто охранять город, но тоже хотят славы. Так славу еще нужно уметь завоевать. Тогда Горгий со своими людьми вышел из города к ним навстречу на битву. Это, соответственно, войско селевкидов. И, увидев, что те от обороны перешли к наступлению, и вот, соответственно, он сидит теперь в Ямнии, в городе, который находится в Галилее, и он уже не ждет пришествия этого войска, а, как в логике вот этой самой войны партизанской, нападает первым, потому что это преимущество в этой войне. Иосиф и Азарий были обречены в бегство. Их преследовали вплоть до границ иудеев. В тот день из народа Израиля полу около двух тысяч человек. И народ обратился в повальное бегство, потому что не послушали сиуды и его братьев, мечтая совершить подвиги. Но не были они из семени тех мужей, руками которых Израилю дано было спасение. Вот тоже важная деталь. Поражение понимается как, с одной стороны, нарушение прямого приказа Иуды, тактический промах, а с другой стороны, не было Божьей воли, не было вот этого предопределения про них. А воители Иуда и его братья весьма прославились по всему Израилю и среди всех язычников, где шла о них молва, и приходили к ним, чтобы воздать им хвалу. И снова выступил Иуда со своими братьями, и стали они воевать с сынами Исава в земле, расположенной к югу. Он разгромил Хеврон и его селение, разрушил его укрепления и сжег огнем башни вокруг него. Потом он выступил, чтобы пройти в землю иноплеменников, и прошел через Марису. В тот день пали в бою священники, желавшие совершить подвиги, опрометчиво вышедшие на битву. Вот, кстати, тоже похожий эпизод. Священники не воины, им надо другим заниматься. Но эти захотели повоевать, наверное, воевать особо не умели, и только погибли в поисках славы. А Иуда свернул в азот землю иноплеменников, разрушил их алтари, спалил из военних божеств, захватил в городах добычу и вернулся в земли Иуды. Вот интересно, зачем Иуда все это делает? Он вроде бы изгнал селевкидов, их войска, вроде бы освободил Иерусалим. Все, в принципе, хорошо. Зачем ему это? Но он выстраивает вокруг себя такой барьер, вокруг Иудеи барьер выжженной земли, на самом деле. Выводит оттуда иудеев на территорию самой собственной Иудеи, а там оставляет о себе такую память, чтобы никто из уцелевших не захотел с Иудеей в ближайшем будущем воевать. Жестокая тактика, но кажется эффективной. Вот среди всех этих селевкидских государств был только один народ, который сумел освободиться. Селевки, Дептелемеи, вот все эти эллинистические царства, они все контролировали территории, которые Александр Македонский завоевал, они друг у друга их отбирали. Но освободилась одна Иудея. Видимо, ну, во-первых, мы можем вспомнить о том, что воля Божья на то была, но, видимо, и тактика Иуда Маковея принесла свои плоды. Так, а что у нас с Интиохом, который там отправился в Персию добывать себе казну. Но об этом мы прочитаем в следующей шестой главе.